Привет! Как дела? Сегодня я в образе феи Драже расскажу вам свои истории о балете Щелкунчик в Лондоне. Итак, несмотря на то, что везде на Западе отменяется русская культура под запретом Достоевский, Толстой, Мусоргский и Чайковский, Щелкунчик по-прежнему является самой главной рождественской и новогодней сказкой во всем мире. Однажды, когда мы с мамой были еще туристами, брат уже на тот момент жил в Лондоне, нам удалось попасть на новогоднее представление. 31 декабря 2009 года в 5 часов вечера мы пошли в театр Колизей на балет Щелкунчик. Конечно же, билеты мы взяли в последний момент и нам достались какие-то места на галерке, но тем не менее, с такой большой высоты и своим на тот момент еще не HD фотоаппаратом, мне удалось снять несколько кадров и вот вам сегодня показываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, музыка великолепная, оркестр играл вживую, но на сцене меня очень сильно удивила интернациональная команда. Впервые в жизни тогда я увидела на сцене балетную труппу, состоящую из афроамериканцев, китайцев и латиносов. Представляете, вот так вот в ослепительно белом костюме афроамериканец выходит на сцену в виде щелкунчика. Я не помню, кого конкретно, но несколько темнокожих людей танцевали в общем балете, и это было для меня очень странно, потому что, ну, на тот момент я еще редко, будучи жительницей России, сталкивалась на улице с чернокожим населением, и, ну, это было для нас какой-то диковинкой или изюминкой этого балета. В общем, запомнился надолго мне этот щелкунчик, несмотря на то, что до этого в Петербурге я несколько раз ходила в Мариинский театр на балет. Чем-то отличался он от нашего классического балета в ту новогоднюю ночь. А потом мы пошли на набережную и встретились там с братом, выпили шампанского и встретили Новый год на фоне лондонского фейерверка. Вот как это было, вам показываю сейчас. О том, как получить билеты и как попасть на новогодний салют, я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А потом уже, когда фейерверк закончился, мы пошли по набережной, и так как я в тот момент нарядилась в яркий вот такой парик, потом тоже на набережной фотографировалась на фоне лондонского колеса обозрения. И ко мне подходили иностранцы, тоже хотели со мной сфотографироваться, так как я была такой яркой, ну, празднично одетой. В общем, многие спрашивали разрешение сфотографироваться со мной, но я никому не отказывала, это было интересно. И мама, и брат меня тоже фотографировали вместе с ними. В 2012 году, когда я уже была репортером компании Демотикс, в мае в Королевский Альберт Холл приезжал императорский балет на льду, который представил зрителю «Лебединое озеро». Я помню, ходила тогда на фотошот, так называется официальная фотосессия для журналистов. Не помню, откуда я взяла аккредитацию, но, видимо, от Демотикса. Предложили сходить сфотографировать артистов на сцене для новостей. И нам, журналистам, репортерам показали первую часть репетиции. Артисты сделали какие-то постановочные кадры. В общем, мы нафотографировались, я наснимала всё это на видео и выпустила ролик на своём YouTube-канале «Лонд Айленд». На тот момент я делала репортажи на русском языке, но были у меня огромные проблемы. И так как этот репортаж я монтировала около 10 дней, программ таких быстрых, чтобы смонтировать видео у меня не было, компьютер был маломощный. Ну, в общем, в 2012 году у меня были проблемы с тем, чтобы успеть сделать монтаж. Это очень сложно было на тот момент. Но, тем не менее, репортаж я выпустила. И вот как он выглядит, я вам показываю сейчас. Если кто хочет посмотреть полностью, я оставлю ссылочку на все мои репортажи под описанием этого ролика. Если кто хочет, проходите по этим ссылкам, чтобы посмотреть полностью эти ролики. И после этого, так как я уже начала учиться в университете, так как у меня закрылся мой сайт, закрылась компания «Демотикс», и не было такой репортажной работы, пока я искала новые стоки, новые агентства, я как-то забыла про съёмки таких вот мероприятий. И тут просто у меня на глаза попалась афиша. Может быть, автобус мимо проезжал, может, я проходила мимо Альберт Холла или проезжала. На тот момент я всё-таки жила уже в Кентингтоне, и попались мне на глаза афиши, где я увидела щелкунчик, тоже балет на льду, который будет проходить в Королевском Альберт Холле. Я уже работала с другими агентствами, которые сейчас тоже, к сожалению, закрылись. Это была французская компания «Ньюзулум» и кто-то ещё. Ну и также у меня был мой YouTube-канал, который я продолжала наполнять различными мероприятиями, на которые я ходила, которые я посещала, «Лонд Айленд». И я от своего канала запросила аккредитацию на фотоколл, фотошут этого мероприятия, который тоже должен был проходить накануне открытия этого концерта. И мне дали аккредитацию. Я радостная, счастливая пошла снимать. Думаю, буду снимать всё подряд. Сколько смогу, вот столько и сниму. Мы вместе с другими репортерами зашли в Королевский Альберт Холл. Нас там встретил администратор и проводил на сцену. Сказали, выбирайте себе любую точку. И сейчас будет прогон, полный прогон всего спектакля. То есть буквально около полутора часов я там находилась и снимала. И вот пытайтесь сфотографировать всё, что вам нужно, чтобы показать в новостях. Но так как рядом со мной стояли в основном фотографы, а у меня, я уже рассказывала, большой зум в камере, я могла снимать и подальше, чтобы не щёлкали. Рядом со мной фото вспышки, всё-таки звуки отвлекают, а мне надо было снимать видео. Я больше на тот момент уже работала с видео. И в связи с этим я отошла уже на задние ряды, чтобы мне никто не мешал. А я оттуда продолжала снимать. Фотографы после первых 15 минут разошлись, а я продолжала снимать до самого конца. Когда у артистов что-то не получалось, там прокрутиться несколько раз, подпрыгнуть, в общем-то делать свои трюки, режиссёр этого театра останавливал музыку и говорил так, ещё сначала. В общем, я была на полной масштабной генеральной репетиции этого балета. То есть мне удалось не только пофотографировать, но и практически, практически полностью снять весь прокат щелкунчика. Ну, конечно, урывками, потому что каждый видеофайл весит много. Репортерская работа заключается именно в том, чтобы из кусочков нарезать красивую картинку. Это я и сделала. У меня появился 6-минутный ролик на Ютьюбе. Несколько видеофайлов я отправила в своё французское агентство. Фотографии тогда я отправляла на Аламе, фотосток. И вот этот вот ролик, который я сделала на Ютьюбе, постепенно-постепенно стал набирать обороты. Благодаря ему мои друзья его посмотрели, купили билеты, сходили на Рождество, посмотрели этот спектакль. А также через какое-то время, через год, через два, этот ролик набрал огромное количество просмотров и стал популярным, в общем, вирусным таким. Его стали смотреть люди. Я уверена, что благодаря ему очень многие покупали билет. Ну, как бы это такой трейлер к самому спектаклю в Королевском Альберт-Холле. И вот недавно, года два или три назад, я уже была в России, мне поставили страйк на этот видеоролик на Ютьюбе и сказали, что я не обладаю никакими правами на него. Ну и там было написано, что если вы хотите оспорить этот страйк, если вы считаете, что это неверно, то свяжитесь с его представителем вот по такому имейлу. Я написала туда. Судя по всему, это была телекомпания Sky, ну, потому что в адресе этого человека была sky.com и брендовый значок аккаунта Sky. И я спрашиваю, в чём проблема. У меня была аккредитация. Я могла полностью показать всё то, что я наснимала. Он мне сказал, что я не могла показывать в качестве новостей и шесть минут – это практически целый спектакль. Ну, в общем, было как-то даже смешно, что за шесть минут. Ну, а я действительно скомпоновала из тех кусочков, что у меня получилось. Получилась такая история именно щелкунчика. Ну, я говорю, как трейлер к этому спектаклю. Всё это было сделано под музыку «Вальс цветов», которую я взяла в открытом доступе на Ютьюбе. Она считается бесплатной. И он мне написал, что «The main issue is music». То есть, в основном, то, что я якобы использовала музыку с самого спектакля, которую играл оркестр. Ну, видимо, там как-то совпало у них по алгоритмам, что и та музыка, которую играл оркестр, и та музыка, которая бесплатно представлена на Ютьюбе, вот полностью совпала вот прямо вот тютелька в тютельку. Я говорю, эту музыку я взяла на Ютьюбе, она представлена в бесплатном доступе, вот, пожалуйста, я сделала просто подложку под эти кадры. В общем, он категорически отказался, сказал, что нет, этот ролик я не восстановлю и так далее. В общем, не оплюнула, думаю, ну ладно. Хотя он очень был популярным, и очень многие люди писали комментарии, что спасибо огромное, так классно, так понравилось, мы обязательно сходим. Ну, всё в таком духе. Вот такие вот неприятные истории случались со мной в Лондоне, в моей репортерской жизни. Таких историй у меня достаточно. Но, в принципе, если у тебя есть аккредитация, значит, у тебя есть права на публикацию. Но, видимо, не везде это проходит. Вот так. В конце покажу вам небольшой кусочек из этого спектакля. А если хотите полностью посмотреть тот шестиминутный ролик, я его не буду больше публиковать на Ютубе, потому что его опять забанят. Можете пройти по ссылочке, которую, опять же таки, подкреплю внизу в описании. Я его недавно опубликовала на своём канале в Дзене. Пока на этом всё. Поздравляю вас всех с католическим Рождеством. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»